— Все же, согласитесь, главный козер у Ирана в вопросе коммуникации, нет, Михаил? — Конечно, конечно. Но дело в том, что Ирану-то тоже очень нужна Россия сейчас, понимаете. И вот эти события, связанные с войной на Украине и так далее, они сблизили очень сильно Россию и Иран, когда Запад поставил Россию под жесточайшие санкции и так далее. — Поэтому теперь, конечно же, отношения ближе. От Ирана многое зависит, но Ирану-Россия тоже очень нужна. Поэтому и Иран, и Россия заинтересованы в этой транспортной артерии, естественно. То есть в этом отношении для иранцев это тоже важно. — Вы не имеете в виду коридор, о котором говорят, турецкий тандем? — Нет, коридор, вы хотите сказать, коридор на Хичеване или коридор из России в Иран? — Это две разные вещи. Я просто не совсем вопрос сейчас понял. — Понятно, понятно. Интересное сообщение из Тегерана. Иран заявил о готовности направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. — Да, конечно. И в этом смысле Иран как раз может внести свой вклад в том, чтобы не происходили уже более крупномасштабные боевые действия между двумя республиками. Поскольку у Ирана близкие отношения с Арменией. Это, так сказать, однозначно. На самом деле на данный момент он, пожалуй, даже ближе, чем с Россией и Арменией. И в то же время Иран в принципе может договориться с Азербайджаном. Могут достичь договоренности. Во всяком случае, при посредничестве России точно. Хотя понятно, что у Ирана с Турцией есть некоторые трения с этим связанные. Там достаточно сложный клубок противоречий. Но в данном случае, учитывая объективные интересы сторон, у России есть прекрасная возможность также и, что называется, сблизить Азербайджан и Иран. И поэтому, поскольку у Ирана отношения в принципе вполне здоровые и нормальные с обеими странами, то, конечно, иранский эмиратурский контингент, я, например, считаю, был бы не лишним. Это было бы совсем неплохо, присутствие иранские. Тем более, что силы и средства у иранцев есть достаточно приличные. Между тем, Иран и Азербайджан договорились провести совместные военные учения на Каспии на этот раз. Ну, да, потому что у них и сухопутная граница, и, естественно, они делят Каспийское море. Поэтому, конечно, сотрудничество в данном случае, оно просто неизбежно. И это нельзя рассматривать как нечто негативное, я считаю. А наоборот, это как раз тот самый шаг, о чем я говорил, на пути сближения этих двух государств. И, в принципе, он, я считаю, для мира в регионе был бы весьма полезным. Для снижения напряженности, во всяком случае, был бы весьма полезным, учитывая, как я уже сказал, тот факт, что у Ирана прекрасное отношение, ну, хорошее, во всяком случае, отношение с Арменией точно, и улучшается отношение с Азербайджаном. Так что это можно только как положительные факты расценивать. А учения же, понимаете, все зависит от масштаба и кто в них участвует. Я уверен, что там масштаб достаточно ограниченный и участвуют небольшие силы с обеих сторон. Но все равно символично, это важно. Михаил, вы, наверное, уже знаете, задержаны экс-президенты Нагорного Карабаха и спикер парламента. С какой целью делаются такие выборочные аресты? Вы подумали об этом? Ну, конечно. Видите ли, 30 лет назад Азербайджан был унижен в результате войны, в которой он потерпел поражение. Это как раз в результате той войны, собственно, Арцах и объявил о своей независимости. Сейчас в Азербайджане президентом является Ильхам Алиев, сын Гейдара Алиева, тогдашнего руководителя Азербайджана. Значит, естественно, желание каким-то образом поквитаться, если так можно выразиться, со старыми врагами у него есть. Поэтому, да, это преследование руководителя Арцаха, поскольку с точки зрения Азербайджана, это были граждане Азербайджана, которые в нарушении закона подняли мятеж сепаратистский и так далее и тому подобное. Поэтому он, естественно, да, хочет отомстить, поквитаться и это достойно сожаления, на самом деле, я считаю. Потому что люди, которые, скажем, совершили военные преступления, а военные преступления это убийство мирных граждан и так далее и тому подобное, это одно. Но люди, которые просто были руководителями или командовали теми иными подразделениями во время боевых действий, вот, это совсем другое. И, конечно же, более разумным, на мой взгляд, было бы просто тем, кто не повинен в военных преступлениях конкретно объявить амнистию. Но Ильхам Алиев избрал иной путь, здесь уже, как говорится, вот как есть. Ну, надеюсь, что, во всяком случае, так или иначе, но судьба руководства Арцаха будет положительной. Я надеюсь, что рано или поздно все-таки их освободят. Там время покажет, что решит Алиев, от нас не зависит. Непонятно молчание миротворцев в таких случаях. Ну, миротворцы, они же, понимаете, нет, сейчас уже они какие миротворцы? Между кем и кем они миротворят? Их уже нет некому. Второй стороны-то нет. Нет, миротворцы, понимаете, у них же нет мандата на вступление в боевые действия. Это вообще проблемы с целым понятием миротворцев, понимаете? Чтобы, вот, миротворцы ООН, возьмите, например, да, у них нет мандата на то, чтобы вступать в боевые действия. Поэтому они всегда, на самом деле, были бесполезны. Они просто наблюдали, что вот одна сторона нарушила премьер и обстреляла другую. И все. И на этом все заканчивается. Вот эти вот все миротворческие миссии ООН, они, как правило, ничем не заканчивают. Любые миротворческие миссии, они вот имеют такой большой недостаток. И поэтому в данном случае у российских миротворцев, у них нет мандата на вступление в боевые действия с азербайджанской армией, с азербайджанской стороной. Просто нет таких полнобочий. И все, и они сделать ничего не могут. Вот. Азербайджанцы сказали, что вот это наша азербайджанская территория. Мы здесь осуществляем, значит, охрану правопорядка. И в рамках правоохранительной деятельности произвели эти аресты. Что, опять же, на мой взгляд, является не вполне этичным, моральным, я бы так сказал. Но, как я уже сказал, тут есть две логики. Одна из них с точки зрения азербайджанского законодательства. Но еще раз надеюсь, что, во всяком случае, судьба, значит, руководства Арцаха будет положительной. И их освободят, в конечном счете. Помнестили как угодно, но их надо освободить, я считаю. Михаил, и последнее. Что вы думаете о решении Армении по ратификации римского статута? Ну, это часть процесса сближения Армении с западным миром, так сказать, с западными странами. Вот. Ну, вопрос-то чисто технический, на самом деле. Вот. Поскольку Армения, как бы, стремится сблизиться с Западной Европой, ну, часть этого сближения является именно принятие правил, по которым, значит, вот этот самый запад, что называется, играет. Часть этих правил, это Международный уголовный суд. И, соответственно, значит, надо признать его юрисдейцу. Россия, например, ее не признала. Но это, так сказать, дело Российской Федерации. Вот. США тоже, кстати, его, между прочим, не признают. Но в Западной Европе он признается. Вот, соответственно, Армения этот шаг совершила. Понятно, что в Москве из этого, известно, делает такую историю, что, ну, вот теперь, если там приедет Путин, Армения будет, его обязана арестовать. И я, честно говоря, не думаю, что вот это и было причиной, по которой Ереван принял такой, армянский парламент принял такое решение. Это не было причиной. Вот. Но, как следствие, да. Вот. Но это просто часть сближения Армении с Западом, с Европой. Ну, таков курс нынешнего армянского руководства, как говорится, насколько этот курс будет продуктивным, время покажет. Хотя я должен сказать в качестве общей философской ремарки, что Западной либеральной демократии, как правило, оказывается недолговечным партнером в отношениях. Именно потому, что они либеральная демократия, и смена правительств, смена правящих партий, справящей партии на оппозиционную, и, соответственно, приводит к смене политического курса. Просто один пример. Обама заключил ядерную сделку с Ираном, пришел к власти Трамп и просто порвал этот договор в клочья. Все. И вот это проблема с партнерством с западными демократиями. Но, опять же, это не значит, что этого делаться не должно. Но, значит, если руководство Армении, поддерживаемым армянским народом, решило, что это более благоприятно для государства направление внешней политики, значит, так-то может быть. И время покажет результат. Человеку, живущему в Чикаго, это виднее, по-моему. Ну, если бы я был в Лос-Анджелесе, мне бы точно было виднее. Там армянское землячество очень большое. Но в Чикаго, да, понимаете, к сожалению, американцы здесь, в Америке, мы живем четырех вот этими летними избирательными циклами. И поэтому, так сказать, горизонт видения американских стратегов, американских политиков, он, к сожалению, не такой далекий, как если бы, например, сравнить с тем, как видит мир, скажем, китайское руководство или иранское руководство, или даже российское руководство. Можно критиковать, скажем, за автократию, знаете, за отсутствие демократии и так далее. Но другая сторона медали заключается в том, что, в принципе, курс китайского руководства, он предсказуемый через 10 лет. Иранского тоже, понимаете, предсказуемый через 10 лет. То есть тут, если с человеком договорился, можно будет там 10-15 лет быть спокойным, что дальше все так и будет. Вот, с западными демократией это не так. Это просто жизнь, это реальность. Это две стороны медали. Есть плюсы, есть минусы во всем. Правильно? Редактор субтитров А.Семкин